Между Таразовым и Шахтером, а также Атырау и Житесу. Опытнейший, один из самых возрастных вратарей в Казахстане Мокин против молодого Ануара Сапаргалиева. Как раз по ударам, по воротам Сапаргалиева будет первый пробивать Бесебеков. Да, первый гол. Первый момент использует именно футболист Борная Казахстана. Угадал на проблеме удара Сапаргалиев, но отразить удар не смог. Теперь Мокин. И против него футболист Алтай. Сейчас узнаем, кто будет первым пробивать. Ануар Умашев. Футболист, который забил в основное время. Воспитание Кайрата против вратаря Астаны. Итак, 1-1. Четко реализовали оба своих шанса. И футболист Астаны, и игрок Алтай. Уже Сапаргалиев красавчик. Для тех, кто только сейчас пришел на стадион. Он уже здорово себя проявил в этом матче. Теперь Шамко против Сапаргалиева. Второй момент четко использует и Гвитрий Шамко. Пока неудачно действует в серии после матча в пенальти. Сапаргалиев, но он уже молодец. Еще раз отмечу, что во многое благодаря ему Астана не смогла в основное время выиграть у Алтай. Владимир Вяткин. Еще один воспитанник Кайрата против Александра Мокина. 2-2. Четко реализовал свой шанс. Другой футболист Астана. Ну и болельщики неодобрительным гулом встречают третий удар Астаны с пенальти Дидар Жалмукан. Будет пробивать. Старается не обращать внимания на выкрите с трибун. Неодобрительный гул. Жалмукан тоже четко реализовал свой момент. 3-2. Астана выходит вперед. В серии после матча в пенальти. Русалтан Совет Казы. Один из самых юных игроков в составе Алтая будет пробивать. Сможет ли трогнуть самый решающий момент. Потому что это очень непросто. Колоссальная ответственность. Но тем не менее. Разбег. И 3-3. Четко пробивает. Просто блестяще. Нур-Султан Совет Казы. Совсем недавно только на поле появился. И уже отметил сам. Четким ударом серии послематчевых пенальти. Рамазан Каримов. Еще один молодой футболист Астаны будет пробивать. Против него Ануар Сапаргали. Так разбег. Пока четко пробивает участники этого матча. Как молодые вроде Собет Казы и Каримова. Так и опытные. Вроде Дмитрия Шамко и Владимира Вяткина. Василий Билый. Центральный защитник Алтай. Он сегодня очень здорово отработал в обороне. Помогал Алексею Подпрыгину. Справлялся с Кабанангой и Сьянгой. Итак, Билый против Мокина. Четко пробивает защитник Алтая. У Мокина пока не получается. Взять ни один удар. Похоже, одна ошибка, одна осечка в серии после матча в пенальти. И решит исход этого противостояния. Кто пройдет дальше? Понятно, что Астана свой шанс упустила в основное время. Но теперь в серии после матча в пенальти. Мужиков бьет пятым. 5-4. Нет права на ошибку у Астаны. Валерщики пятикратных чемпионов в Казахстане просто не поймут. Если Астана не сможет пробиться в четвертьфинал. Учитывая, что в этот раз они привезли не молодежный состав, как это было год назад в Атакенте в поединке против Макта Раула. А достаточно оптимальный состав. За исключением разве что парочки игроков вроде Томаса. Итак, Дудкин против Мокина. 5-5. Поэтому придется еще определять, кто будет в дальнейшем пробивать в составах обеих команд. Лукаш Шимонович каким-то серьезным лицом подходит к этому матчу. Несколько обреченным, но не знаю, смогут ли воздействовать на него болельщики, которые недобрительно свистят, гудят. Как бы пытаясь, как-то психологически воздействовать на бьющего футболиста Астаны. Так Шимонович против Сапаргалиева. 6-5. Ухиджак Сылык будет пробивать. Требуют теперь от него реализации болельщики. Пока 6-5. Это Крассбек. Мокин угадал направление удара, но практически под собой пропустил. 6-6. Здорово пробил, Ухиджак Сылык. Да, немножко заставил поволноваться. Пару мгновений своих болельщиков и партнеров. Но Мокин не выручит свою команду. Султан Сагнаев. До первой ошибки теперь будут пробивать. Уже седьмой по счету удар для Астаны. Итак, Крассбек. Сагнаев тоже был точен. Не удивлюсь, если больше десяти раз придется каждой команде пробивать. Семь-шесть. Алексей Патпругин. Российский защитник против Александра Мокин. Развел по разному углам. Патпругин Мокина и мяч, который он отправил прямо в правый от себя угол. Лев Скворцов. Атакующий футболист. Молодежная команда Астаны. Но сегодня играл справа в обороне. Скворцов и Сапаргалиев. Кто кого переиграет в этом моменте. Скворцов, дочень. Восемь-семь. Доволен собой. Скворцов. Дошан Кинджиголов. Левый защитник. По четырестным номерам. Митак. Да, как-то Мокин обреченно выглядит. И даже как такое ощущение, как-то не пытается угадать направление удара. Очень редко у него это получается. И пока ни один пенальти он не взял. Дорин Ротарио. Один из самых, наверное, опытных игроков в Астане, который сейчас будет пробивать. Вместе с Дмитрием Шамко и Серегжаном Мужикова. Да, все-таки угадал направление удара. И должен был отразить Сапаргалиев. Но мяч все-таки в ворота влетел. 9-8. Если потащить сейчас Мокин, то Астана в четвертьфиналь. Тимирлан Адильхана. Бывший футболист ЖИТСУ. Сможет ли он переиграть опытнейшего Мокина? 9-9. Вот это да, дорогие друзья. Никто не хочет уступать. Вот это воля к победе. Со стороны игроков Алтая прежде всего. Кабананга. Именно он будет пробивать 10-й пенальти. После чего пробьют оба вратаря. Учитывая тот факт, что пробивает он 10-м и не попал в первую пятерку, бьющий кто, не знаю. Но все-таки в свой момент он использовал. Хотя Григорчук именно молодых отправил пробивать в первой пятерке. Очередной удар. Алексей Шакин против Александра Мокина. Шакин тоже точно. А кто сегодня будет мазать? Не совсем понятно. Никто не хочет. Все пока радуют своих болельщиков. У всех с нервами. Полный порядок. Теперь Мокин против Сапаргалеева. Вратарь тоже умеет бить пенальти. Они это отрабатывают. Причем очень часто. Мокин тоже точен. Одиннадцатый по счету. Но пенальти. Теперь вратарь Латая. Одиннадцатый, наверное, герой сегодняшнего матча. Невзирая от исхода этого противостояния. Амур Сапаргалеев против Александра Мокина. Одиннадцать. Одиннадцать. Невероятно. Я, честно, такого давно не видел, дорогие друзья. Теперь по второму разу будут пробивать. Остальные футболисты. Такое ощущение, что всем по кайфу пробивать. И все как-то раскованно подходят. Поэтому и бить им легко. И реализация хорошая. Бесебеков тоже молодец. Двенадцать-одиннадцать. Ано Румашев. Даже не шелохнулся Александр Мокин. Такой опытный вратарь, конечно, должен был угадать. И потащить хотя бы один раз. Но у него не получается. Шамко. Как и Бесебеков бьет по второму разу. Слишком долго устанавливал мяч. На точке. Итак, разбег. У Сапаргалеева был шанс отразить этот удар. Немножко не хватит. Вадимир Вяткин. Тринадцатый удар для Алтая. Итак, Вяткин и Александр Мокин. Разбег. Не потащил Александр. А Вяткин молодец. Уже второй пенальтик. Четко реализовал. Дидар Жалмукан. Фондалец, который пока играет за свою команду в первой лиге. Не попадает в заявку на матчи премьер-лиги. Пока форму набирает. Но сегодня все 120 минут отработал. Итак, разбег. Да, Сапаргалееву снова не повезло. Снова угадал направление удара. Там еще такая пауза была. Я подумал, что потащит кипер Алтая. Но не потащил. Нур-Султан, совет Казы. Он тоже бьет во второй раз. В первом случае был точен. Паненко забивает. Молодой футболист. Думайте столько. Парень, 18-й год. А он не боится играть вот таким вот образом. Порадовал публику. Ему аплодируют болельщики. Рискованно действовал. Но это оправданно. Красота порой требует жертв. Рамазан Каримов. Итак, разбег. Потащил Сапаргалеев. Молодец. Смог выручить свою команду. Угадал направление удара. Газилий Билый против Мокина. Забивает он. Алтай проходит дальше. Все зависит от него и от Мокина. Итак, напряженный момент. Ответственный в этом матче. Билый против Мокина. Алтай в четверть финале. Кубка Казахстана. Поздравляю всех болельщиков. Они сегодня выложили с пола. Мало кто в них верил. Но они сотворили. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...